Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи Сергея Якусевич, обзор рынка за неделю. Сергей, добрый день! Добрый день! С наступающим праздником вас! Спасибо! Спасибо! Ну что, коллеги, давайте посмотрим вместе с Сергеем, как прошла эта неделя и какие идеи на следующий год кажутся интересными. Вам слово! Хорошо, включаем демонстрацию экрана. Да, давайте. Останавливаем видео. Вот так, открыть. И открываем график. Говорите, видишь? Да, видим хорошо. Видим хорошо. Видим хорошо. Значит, что я хотел бы сказать. Все-таки, это его видение. Следующее, что будет он делать в Соединенных Штатах конкретно. И это видение очень сильно пугает, скажем так, инвесторов. Почему? Потому что инвесторы уходили из Соединенных Штатов и свои производства выводили из Соединенных Штатов из-за слишком дорогой рабочей силы. Сейчас им предлагается вернуться назад на эту же дорогую рабочую силу, а это значит, что все товары должны будут подорожать. Все, что выведено, например, в Китай, в Японию, еще куда-нибудь, в Мексику, они хотят вернуть назад, а это дорожание. Дорожание цены на товары, а это инфляция. А раз инфляция, значит, понижение стоимости доллара. Стало быть, доллар у нас под сильным давлением из-за вот таких высказываний Трампа. Это что касается... Это значит, у нас доллар будет на этом... В этом году у нас будет доллар, скорее всего, будет... Значит, открываем график и... У меня сейчас открыт, я на продаже. Значит, открываю недельный график. Вижу, что... Сделание недели идет вниз. Недельный график нисходящий. Мы уперлись в сильное сопротивление. И это говорит о том, что отбой сопротивления может пройти к тренду. Хорошо. Идем в дневной график. Дневной график у нас тоже показывает... Мы у нас потихоньку... Вот здесь вот дивергенция, если вот видно. Вот здесь вот снижение всего. Здесь идет восхождение. Дивергенция, которая говорит о том, что тоже рынок разворачивается. Далее вот тоже у нас сильное сопротивление, которое если пробьет, то пойдет... У нас нисходящее движение, скорее всего, будет на следующей неделе. И даже, скорее всего, к концу года можно так попарить. Четырехчасовый график. Вот это дневной. Вот это вот движение я забрал. Еще чего получилось больше 4% прибыли на депозит. Дальше. Что у нас еще сейчас? На сегодняшний день мы продолжаем движение вниз. Это видно. Здесь видно, что мы продолжаем движение вниз. Сейчас у нас будет коррекция какая-нибудь, и потом мы дальше движение вниз. Я буду продавать. Дальше. Евро-доллар. Если доллар-франк будет продаваться, евро-доллар может идти вверх. Здесь на недельном стахарстике идет вверх. Значит, у нас движение, по идее, должно быть вверх. Оно может небольшим быть, но посмотрим, как оно получается. Вот это вот сопротивление прокололи и вернулись над сопротивлением. И сейчас торгуются над ним. Значит, у нас некое восходящее движение. На этой нити, скорее всего. Значит, дальше. Дневной график. Сейчас, на данный момент, стахарстик наверху, но я предполагаю, что будет дальше, выше. То есть, у нас есть, вполне возможно, есть фигура, голова снизу. В которой есть определенная цель. И если отцепить этот максимум, то цель у нас 300 пунктов вверх. Это четырех знаков. Вот. Поэтому буду смотреть. После пробоя буду смотреть, подходить уже ближе к покупкам. Пока здесь вариант, как будто у нас не получилось. Голова и плечи. Это вот у нас получилось вот так. Как первая. Как вторая. Как волна вверх. И здесь не получается. Тогда получается другая нитура. Сюда тоже можно предположить, что это будет пробоинная структура. Это вот такая нитура, который у нас получается, или это вот треугольник здесь. То есть, таким образом, наверное, движение 1.9. Здесь на часовом вверх сигнал на выкупку, на покупку. И можно предположить, что на пробоину этого максимума идти вверх. Стоп-лосс. Тогда вот сюда под минимум. Так. Стоп-лосс. Удаляем. То есть, мы определили, что вот здесь можно поставить этот ужин ордер на покупку. Со стоп-лоссом под минимум. Это у нас будет, сколько у нас будет, 80 пунктов стоп-лосса, приблизительно 300 пунктов вверх. Это что касается евро-доллара. Фунт покупки. И я вот в капону, ну, завису здесь, да. То есть, у меня здесь есть покупки. И я ушел в... Ну, немножко пересидел. Вот цель одна, которая вчера была отработана. Вот видите, вот я еще раз покажу. Те же самые, что я рисовал на евро. Вот она, цель была сделана. И вот сегодня цель уже тоже сделана. Тоже самый треугольник. Проходит треугольник, а цель, наверное, сделали. Значит, вот эта покупка, вот эта, уже без убытки. И тянем дальше ее наверх. Так, да. Пойдем на недельный график. Недельный график. Смотреть, чуть пошире. У нас... Так, список объема. Список, список объема. Все дела. Вот здесь вот. У нас сегодня пятница. Это последний день недели. Да? Какая у нас интересная свечка здесь рисуется. Хвост внизу. Тело у нас выше. И тело выше уровня. То есть уровень вот здесь. Скажем, где-то в районе 2,30 и выше уровня. Можно предположить, что будет вот так здесь. Тело выше уровня. И вот такая вот бычья свечка. Следующая. Если будет бычья свечка. Вот такая. Вот. Здесь, таки, это график. Дневной график. Здесь, почему мы так наверху. Мы можем, чтобы... Если... На следующей неделе, там, через неделю. Вот этот максимум. Будут пробиты наверх. У нас разворот цены. Разворот цены. И мы тогда вот сюда фибосетку натянем. Тогда вот так. И мы видим, где у нас цель наверху. Ну, один предположение. И второе предположение, это вот, что цена может прийти вот сюда, к этим максимумам. Мы находимся в... Получается, в вот таком флете. Есть верхняя, есть нижняя граница. Тоже наверх. Дальше. Четырехчасовой график. Да, у нас шло нисходящее движение все время. Но у нас есть первое. Я буду рисовать сразу. Первая. Вторая. Есть длинная третья волна. Есть четвертая волна. И есть пятая волна. Все. Пятиволновка у нас есть. В этой пятиволновке уже сломали мы движение. То есть, если бы нам продолжать движение, то это была бы первая, вторая, третья, первая. Дальше должно быть идти. Но мы сломали вот эту. Волну. А есть возможность, что, например, у нас есть первая, например, в пятой, потом дальше вторая в пятой, и дальше третья в пятой, вниз туда. Такой вариант существует, да. Но, на мой взгляд, здесь после новостей Трампа, вот это вот все, это вынос, вот это первое, то, что пошли вниз, это закрывали сделки. И потом развернули все вверх. И сейчас, на мой взгляд, будет хорошее движение вверх. Держать недельки 3-4, я думаю. Это среднесрочное движение, может, даже больше. Доллар и иена. Ну, раз у нас доллар будет нет, соответственно, я здесь продаю. Цели здесь еще не выработаны. То есть у нас есть 161,8 цель, которая была работана. Сейчас, по-моему, идет дальше вниз. То есть у нас есть первая волна, вторая волна. Причем вторая волна сделала двойную вершину. Двойная вершина рассчитывается таким образом, значит, отверху к нижней части двойной вершины. Цель по двойной вершине вот здесь, процент. Поэтому движение, я предполагаю, что доллар и иена пойдет вот сюда. На 13,40. На 113,40. Вот здесь у меня все связывается, все хорошо получается. День идет тоже вниз пока. То есть мы пока еще двигаемся вниз. Дальше. Здесь пробита трендовая. Список уберем. Удалить. Удалить. Еще дофига вызвала. Удалить. Значит, у нас пробита трендовая. Ну и сейчас последняя свечка была закрыта ниже трендовой. Это говорит о том, что у нас разворот цены. У нас есть фигура. Либо двойная вершина, либо если это был небольшой прокол, то головой и плечи сверху вниз. Цель, которая фигура вот этой внизу. Это у нас получается 1,25. Но сейчас входить вниз по доллару канадцу. Можно, конечно. Но предполагать, что здесь могут плечо вверх. Вот. Я на четырех часах у нас пока нисходящее движение. Зря вот, конечно, здесь я вошел вниз. Это была моя ошибка. Должение движения далее вниз. Здесь сигнал на продажу. Берем часовой график. Часовой график подтверждает сигнал на продажу. Берем пятиминутный график. Пятиминутный график подтвердил. Вот здесь сигнал на продажу подтвердил. Вот на пробу этого минимума встал я. Значит, по идее надо сюда ставить. Вот эту. Вот сюда. И я предполагаю, что движение все-таки пойдет дальше вниз. И здесь будем торговаться дальше ниже. Австралиец. Сейчас продавиться я не хочу. Несколько причин. Первая причина. Во-первых, здесь у нас слишком бычая свеча такая сформировалась. Ласка. Ну, как бы, если она пойдет вниз, то будет очень большой хвост вверху. Это неправильно. Здесь мы можем сделать трехволну. То есть мы можем сделать как первая волна, как вторая волна, и вот такая вот третья волна. Вполне возможно. И тогда только пойдем вниз. Первое. Второе. Удалите. Второе. Вот здесь пробой. Вот этот пробой сформировал структуру, фигуру. Фигуру головой и плечи. Снизу вверх. Вот так. Плюс у нас дешевеет доллар, соответственно, острый лиц будет расти в цене. И у нас в случае, в случае пробоя вот этого максимума, получаемая волна в третьей. Первая, потом, вот так вот, первая, которая закрывает, соответственно, вот эту точку. И все. После пробоя максимума закрывается все. Далее вторая. И далее, может быть, пойти третья волна. Вот. Очень большой, слишком хороший сход. Здесь есть еще вариант. Это то, что вот мы подошли к максимуму, да, и продавать данных от максимумов, покупать от минимумов. Здесь маленький стоп-лосс. По идее, на сегодня можно было бы поискать точку продажи вниз, но нет структуры правильной, нормальной, чтобы она все это продалась вниз. Ну, скажем так. Чтобы продать на сегодня конкретно вниз, ну, думаю, что надо пробить вот это сначала. сначала, и то, это все, это все получается такая структура здесь. То есть, получается, нет еще выброса наверх для того, чтобы закрыть покупатель, чтобы покупатель вышел, чтобы шел продавец. Здесь этого нет. Здесь есть только одно, что встретил этот, здесь есть объем, который толкал наверх, но нет объема, который разворачивал бы вниз. То есть, нет продавца. Против покупателей идти не хочется. Поэтому это ждем. Не нравится мне этот вход вниз здесь. Не совсем. Новозеландия скоро то же самое у нас подешевел. Новозеландия тоже пошел выше. Скорее всего, все будет выше. На недвижимости у нас стокасовый путь наверх. На дневной у нас с 50-ти движение вверх. Скорее всего, на трехчасовом графике. Еще немного подвижения дали. Либо вверх. Четырехчасовый сегодняшний график. Можно было вот здесь брать. Да, вот здесь. Я предполагаю, что надо пробой. Либо где-то здесь выше. Дальше выше. Опять же, где цель наверху. Сейчас, на данный момент, 20% мы прошли. Значит, следующая цель это 261,8%. 0,7160. Туда цель идет. Поэтому, скорее всего, Новозеландия здесь можно будет выкупить сегодня. Но, например, взять по 15-ти минутам графики, ну и поискать. Ну, наверное, на пробой этого максимума. Дальше выше. Еврофунт. На мой взгляд, будет нисходящее движение. Неделька пока еще идет вверх. Но фигура хорошая, да? Стоит. Хочется войти на самом минимуме, на самом максимуме, чтобы сработала эта структура. Но пока не удается. Дальше. Значит, дневной график. Тоже. Если сегодня только сходить, дальше может быть выше. То есть, у нас уровень сопротивления где-то вот в этой зоне. Когда толкали объемом, толкали вот этой свечкой. Большой объем толкали. Здесь где-то уровень сопротивления. Поэтому могут пойти выше. Не спорю. Просто здесь стоп очень маленький. Дальше. Еврофунт. Четырехчасовой график. Ну, попытался вот здесь взять. Возможно, вот такое движение возможно и будет. Вот такое движение. Далее будет вверх. Поэтому здесь буду тралить эту сделку троллинг-стопом. Вот троллинг-стопом буду вытягивать сюда сделку. То есть, я предполагаю, что здесь такая вот структура, как треугольник. Мы сходим к нижней границе треугольника. Отсюда можем пробить дальше наверх. евро-иена. Пока думаю, не знаю. Здесь канал идет. Ну, в нижнем границе канала цена может как пойти в таком варианте, так и нарисовал. И так и так. Поэтому тут надо подождать. Тут ничего делать не надо. Здесь большая вероятность дохода еще на 161, потому что для того, чтобы развернуть рынок, например, снизу вверх, у нас был вот такой вынос такой большой. Сверху такого выноса нет. Его надо еще ждать. То есть он еще будет туда наверх. Но когда он будет и каким образом войти в эту сделку, вот этот вопрос. Получается, у нас здесь зеркальный уровень, который сейчас бьют. Надо, чтобы они вышли за зеркальный уровень. Выше пойдем выше. Фунт-франк. Ну, тут уже есть первая волна вверх. Видно? Есть двойное дно, первая волна вверх. Это на получасовом графике. На часовом графике то же самое. Практически, да? Двойное дно, первая волна вверх. Четырехчасовой график у нас разворачивается. Вот он, разворот. Поэтому сейчас, на данный момент, можем предположить, что можно входить вверх, но стоп-лосс должен стоять вот здесь. На 22.56. Много. Для того, чтобы нам стоп-лосс уменьшить, нам надо подождать до конца эту первую волну, подождать откат и оттуда в эти вверх. Так и будем действовать. Золото. Давайте на недельный сначала. Недельный у нас идет вверх. Дневной пытается развернуться. То есть, дает сигнал на разворот вниз. И у нас двойное дно. Ну, видите, мувинг, он так вот пробивается. То есть, надо, дневного, полагаю, что возможно пойдет вниз, но я пока не верю. Это еще может быть выше. Дальше. список уберем. Вот уберем. Дальше у нас четырехчасовой график. Хорошее движение вверх. Надо посчитать просто этот четырехчасовый график, да, как у нас когда-то читал Теренок. Так, первая, вторая, третья. Вот три волны. Это первая волна. Далее вторая волна и далее пошли в третью волну вверх. Ибо сетка. 300% мы прошли. И движение далее наверх показано, да, то еще дальше выше эти. Поэтому сейчас, на данный момент, по золоту. И продавать, и покупать нельзя. Надо ждать. Дневной у нас на разворот вниз, четырехчасовой на разворот вверх. Пока тут тоже, возможно, будет что-то подобие такой вот структуры, от которой могут развернуться. Но пока не пробит минимум. Движение продолжается вверх. Максимум может быть решено, надо подождать. Возможно, сегодня мы сходим вот вниз сюда. Но это возможность такая, 50 на 50, я не даю гарантии, что это будет. Поэтому сейчас, на данный момент, это все ждем. Давайте доллар-рубль еще глянем. Значит, цена по доллару-рублю 58 на 27 не взята. Недельный график говорит, что мы еще продолжим дальше движение вниз. Дневной тоже мы идем вниз пока. Четырехчасовой у нас нисходящее движение. Единственное, что может быть коррекция сегодня и потом продолжение ухода дальше вниз. Часовой на сегодня аж конкретно. Ну вот коррекция может быть не так большое, а что-то подобие. Раз, два, три, где-то отсюда пойти дальше вниз. Ну уровни здесь приблизительно вот так выглядят. Здесь и вот здесь. Вот. Ну надо смотреть на пробой, наверное, если кто-то будет входить, то на пробой дальше вниз. Единственное, что надо где-то на пятиминутке наверное выждать. Ну вот на пятиминутке даже можно предположить, что куда цена сходит вообще вверх. Ну еще до вверх не достали еще немножко. То есть цена еще может двигаться сюда на 200%, 261%, может даже до 360, а потом пойдем вниз. Я предполагаю, что от 59-40 они пойдут дальше вниз. Ну еще одна пара у меня здесь открыта Минозеландия с пути в Вене. Месяц у нас пока двигается вверх, но я бы университет недели у нас пока еще движется, движение вниз вот такое. То есть у нас тройка вниз должна быть. То есть у нас должна быть что-то подобие. Первая, вторая, третья. И отсюда поход дальше наверх. Поэтому сегодняшний день это вот такое приблизительное движение. Четырехчасовой график, ну вот предполагаю, что будет такое движение вниз. Поэтому я открыл, стоп-лосс поставил. Опять же здесь два варианта. Вариант первый это то, что у нас уровень. И мы сейчас бьем этот уровень. Ложными пробоями пробиваем, да, и то, что мы можем пойти. Вариант второй. Здесь у нас идет канал. И цена пойдет дальше по каналу. Вверх. и возможно, например, у нас первая, да, вот это была вторая, стоять. волна далее пойдет третья волна вниз. Но опять же, это не всегда так получается, потому что у нас движение далее идет в восхожение. Вот у у нас первая волна. 161 мы сделали, следующая цель 200 процентов 84,47. Поэтому здесь вполне возможно. Я не не ну как бы возможно я здесь получу 100+. Вот и все. Ну такие у меня предположения. Сейчас мы остановим грант. Давайте остановим. заходите в эфир. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Сергей Спасибо, Сергей. Давайте поответим на вопросы. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы в чате напишите. Если раньше писали, то повторите пожалуйста. Почему? Потому что тут активно обсуждаются разные темы и уже многое проскочило. Ирина 1332 как вы начинали торговать? Как учились? Ну я делал уже видео на этот вопрос. Главное еще рассказать. Как я начинал? Начинал я в 2009 году. В начале 2009 года у меня родился сын. И мы на радость купили компьютер дома. У нас не был компьютер до этого времени. вот ну где-то полгода я искал где бы заработать на разных компаниях MLM это вот вообще и наткнулся на предложение Forex и уже где-то наверное с июня или июля 2009 года я открыл администрационный счет и потихоньку ковырялся смотрел видео в огромном количестве разные стратегии разные потом была такая компания как Intway где я попал там было скажем так обучение но обучение там было больше по стахастику такой вот слабенькое скажем но как бы как ступенька была потом Станислав Половицкий я купил у него курс по волновому анализу что помогло мне скажем так узнать что такое фигуры что такое волны что такое вообще волновые анализы к чему он привязывается и как он и узнал что такое фибосетка как ей пользоваться вообще далее торговля на демонстрационном счету начал Станислав мне сказал так если не умеешь записывать на бумагу пиши на видео ну хорошо там была у него в компании Intway была программа специальная бесплатная где можно было записывать видео я и начал записывать после того как начал записывать видео я раз в неделю начал просматривать это видео то есть в воскресенье записываю в следующем воскресенье просматриваю то что я записывал на прошлой неделе нахожу ошибки исправляю попытаюсь исправить туда-сюда далее это самообучение такое достаточно серьезное далее Герчик Александр Герчик я увидел видео первое видео семинара его и узнал что такое уровни как они работают что такое ложный пробой вот что такое объем и куда он показывает я не покупал у него курсы я не ходил на его семинары я только смотрел видео то что есть в интернете все очень много очень много скажем так я подчеркну у Герчика и стал потихоньку потихоньку я смотрю что у меня уже получается хорошо неплохо получается но торгуют чисто на свои деньги потому что бывает у меня очень бывают такие провалы скажем так просадки большие поэтому пока так может наверное ответил да конечно все абсолютно но спрашивайте моменты когда хотелось бросить ну конечно были поначалу где-то пока до половицкого пока я не познакомился за станиславом скажем так я взял демонстрационный счет на миллионы все его слил раз другой раз нет меня не получится мне мозги заточен я что-то понимаю бросал потом опять демонстрационный счет заводил опять что-то пытался 5 не получается начал искать где и кто кто как нашел лазейку просто половис нашел лазейку небольшую там у него обучение в курсах есть такая интересная если ты постоянно участвуешь в форуме постоянный скажем участник форума да и постоянно торгуешь со всеми обсуждая сделки то через некоторое время где-то месяцев через 5-6 тебе бесплатно дают этот курс не надо заплатить и как бы за него уже поплатил своей 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 скажем так активностью активностью да и вот и вот когда уже прочитал этот курс попробовал его на практике у нас он демонстрацию что жестоков с того момента я больше не хотел бросать потому что вижу что есть ошибки просто которые не замечаю сразу или у меня слишком скажем так и группе то есть я эмоциональный человек поэтому бывает такие но так бросать больше не хотелось понял вас вы нас не понял вы не эмоциональный ну правда не эмоциональный даже если посмотреть на сегодняшнюю торговлю то он залетел уже в одном из трудной зипаре ну и сижу просадку эмоциональный то что я на эмоциях пошел дальше вверх по фунту а видите как получилось я понял ясненько хорошо спасибо и с наупов спрашивает какой процент стопа от депозитов 3 процента то есть я стоп лосс могу ставить до трех процентов от депозита больше не получается депозит ну можно даже посчитать один депозит на сегодняшний день без того снятия когда я снимал тысячу долларов позавчера это было 17000 но я снял и я мог потерять скажем так где-то в районе 170 до 180 долларов поэтому беру я маленькими лотом и не был большим лотом вот и и могу сделать много сделать из-за того что маленький лот вот у меня бывает за день 50 60 дел это большое количество конечно большое иногда это практически скальпинг да я так понимаю это если я дома сижу все время да а так вот как сегодня но сегодня ведь как получилось я ушел утром пришел за 15 до эфира с вами поговорили снова ухожу я понял спасибо спасибо ирина пишет мне очень нравятся ваши видео как много людей просматривает ваши видео на на ю тубе 650 700 человек каждое видео да а вы делаете по моему раз в неделю до у вас выходит хорошо линар спрашивает сергей рынок вас научил терпению или она была у вас самого начала линар я говорю что видно что сергей очень такой спокойный последовательный человек и он называет себя эмоциональным да боже мой я не могу вот тут уже скажем так ну как вам объяснить продержать сделку больше недели у меня вот поэтому лучше эмоциональный я добиваюсь того чтобы держать сделку два-три месяца ну я не получается я выхожу раньше раньше чем надо вижу что цена будет идти дальше вверх вижу там например что цель бог знает где жди сиди нет выхожу выхожу его в итоге получат все равно цель там сна там оказывается понятно сергей вот я держу любую сделку если больше 40 секунд сделка я уже начинаю нервничать и пересиживаю ли я вот я эмоциональный вот это было у меня в самом начале да я сидел демонстрационном счету я торговал на минутке и сидел нам 5-10 минут это уже было уже заработал там не знаю может сегодня я сижу вот например фунту наверно буду сидеть дня три-четыре я так предполагаю может больше если не будет больших сильных откатов то было может больше то есть это все нарабатывается на мой взгляд не просто так все все-таки прошло уже ну слава богу 8 лет с того момента когда увидел первый раз график где-то года четыре уже как прибыльно торгую но потихоньку ну как бы бывает бывает месяц бывает что улетай но редкий случай бывает поэтому эмоциональный я считаю себя очень эмоциональным человеком особенно когда цена идет быстро цена идет просто летит да на новостях я могу просто мартигинговым заниматься то есть открывать 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 постоянно открывать точно также было когда франк падал пола франк когда он падал помните тогда же падение было очень резкое евро франк 15 декабря и я просто на стуле чуть не подпрыгивал потому что завис экран я не сдал что происходит не зал где цена да я продавал на тот момент у меня была сигнала продаж я поставил отложный ордер все вроде как бы нормально но когда полетела цена и меня завис экран я думаю сердце станет потому что я не знал что делать в итоге через час открылся терминал я понял что я куплю себе машину еее получилось машина купить или жена все деньги? заявил машину купил нет, машину купил о, молодец тут машину. Супер, супер. Вот это разговор. Это редкий случай. Очень редко такое бывает. Конечно, конечно. Иначе у вас уже там уже было в автопарк 10 машин уже, понятно, что редко. Ну да. Ну не 10 машин, по крайней мере, жил бы я в Минске. Да, да. Кстати, да. То есть, такое редко, очень редко такое бывает. Очень я знаю, много людей потеряло там, когда были покупки, потому что цена шла вверх потихоньку. Потихоньку шла вверх, люди покупали, покупали. И потом раз, и зависли кран. Раз, и зависли терминалы. И что делать? Когда отвесли терминалы, стопы получили аж в самых внизу. То есть, не там, где у них стояли стоп-плоск, а внизу. Понятно. Проскальзывание, гэп. Понятно. Проскальзывание. Понятно. Понял вас. Спасибо, Сергей. Ленар спрашивает, вы ждете свою цену, чтобы войти, или залегаете раньше? Ну, это имеется в виду отложенники, да, наверное? Это редкий случай отложенниками, редкий случай. Ну, бывает, что отложенниками. Ну, это редкий. Нет, очень редко. Потому что я пока не умею работать с отложенными арбинами. То есть, вам надо видеть движение? Вам надо видеть, чтобы поверить? Спасибо. Вадим Кострома спрашивает, Сергей Трейдинг, это основная работа? Нет, Вадим, это мы уже знаем, не основная. Сергей работает в сельском хозяйстве. Гость Чехайны номер один спрашивает, проблем с выводом не было? Это вот тогда, 15-й год имеется в виду сделка. Да нет. Я просто не все сразу выводил. Я выводил. По чуть-чуть. Ну, как по чуть-чуть? По 3-4 тысячи. И сразу большую сельсию не выводил. Но потом пошел, все-таки все равно пошел к налоговому спектру. Так и так. Что делать? Пиши, Игорь. Заполнили декларацию, заплатили налог, да? Сколько в Беларуси налог, кстати говоря, за вот такой доход? В процентах, я имею в виду. Сколько вас слупили? Там 10, 20? На тот момент я заплатил 13. На тот момент. Сейчас там больше. Приподняли, да? Это уже будут в конце года знать. Яс. Хорошо, Сергей. Вот. Еще кое-что. У меня к вам, Игорь, будет предложение. Я вам на почту скину. Давай. Валик. Почитайте. Предложение, на мой взгляд, интересное, но не все берутся за него. Не все хотят браться за него. Предложение, на мой взгляд, как раз к вашей компании очень подходит. Почитайте потом, если на скайп как-нибудь или что-нибудь, мы хотим пообщаться с вами, чтобы не на эфире. И в прямом эфире, конечно, конечно. Все серьезные вещи. Сначала обсуждается, а потом то, что решим, мы будет в эфире. Это понятно. Да, конечно, с удовольствием почитаю. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Поэтому не вопрос. Все обсудим. Все обязательно рассмотрим. Спасибо огромное, Сергей, за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо. Всего доброго. До свидания.